сердцем к праведности, устами ко спасению. Тоже слова, сказанные Богом в Библии, переданные нам, не все понимают. Я сейчас по-особому это поняла, по-особому. Как ты, Наташа, слышишь Бога? Я слышу через свой дух, то есть дух к духу. Господь говорит мне, я внутри себя слышу. То есть я четко понимаю, что это сказано мне от Бога. И я должна это исполнить. То есть говорит в сердце. Самое сердце говорит. Он может меня обличить, он может меня направить, он может мне запретить что-либо делать, говорить, остановить меня. Говорит мне в мое сердце, то есть дух к духу. Дух Божий проникает прямо вот целиком в меня, соединяясь с духом человеческим, меняя все время его. И меняя, меняя, что значит меняя? Меняя мои мысли, меняя мои чувства, меняя мои желания. Меняя, значит, Изменяяя именно то, что он знает, что я сейчас это сделаю себе во вред. Он любящий отец, он меня останавливает. И получается, что сердцем веруем к праведности. То есть мы становимся чище, лучше, живем с вестью. То есть с совестью у нас все в порядке, она не в отпуске. Она трудится, трудится на то, чтобы мы становились личностью. Мы живем с вестью, совесть присутствует. Она с нами, она в нас. А весть мы знаем, какая весть. Мы знаем эту весть. Мы живем, мы исповедуем Евангелие, мы делимся. Мы делимся Словом Божиим и вкушаем его сами, возрастая все время, напитываясь. Получается, что сердцем верует к праведности, становясь. То есть мы становимся с каждым разом правильнее, живем по правде, по правде Божией. А вот устами исповедуем ко спасению. То есть то, что идет внутрь меня, то, что я слышу Бога, это форма общения, рожденных свыше детей, то есть детей, принятых в семью Божию с Отцом Небесным, а через Дух Святой, то есть никто другой слышать не может. И он мне напоминает Савла сейчас, когда он шел в Дамаск. Ведь все, кто шел с ним, видели этот яркий свет. Но слышал только он, Господа, Савлу, больше никто. Поэтому уже понимаете, а вы представляете, мы что слышали? То есть уже вот это понятие мирское, ну, мы говорим по миру, и понеслись там сплетни, сплетения. То есть услышали и поняли неправильно, и все перекрутили, сплели. Вот эти сплетни, все это понеслось, понеслось, разносеть это все. В результате там вообще дошло там непонятно, что и как. Поэтому Господь действует именно. И Он говорит в Дух человека. Человек только слышит. Каждый, каждый отдельно взятый человек, рожденный свыше, он слышит. Лично слышит Господа. Человек, чтобы никто не украл, никто не перекрутил, никто не перековеркал, никто не понес по миру вот эту вот неверную информацию, как испорченный телефон. Прекрасная форма общения. Но премудрость Божия. Господь настолько мудр. А вот устами мы должны исповедовать ко спасению. То есть Богу нужно, чтобы мы сказали вслух. Потому что когда Он творил все, Он говорил вслух. И все стало быть. То есть и появился материальный мир. То есть Он сказал и увидел, и это произошло. То же самое Он хочет, чтобы делали мы. Мы, мы часто, я слышу все, я про себя. Я там, я где-то там про себя. Нет. Нет, мы покаяться должны вслух. Мы исповедать свои мысли, свои желания вслух. Мы все должны это сделать вслух. Мы должны все это произносить вслух. Это должно так делать, понимаете? Потому что я там хочу или не хочу. А мне так удобнее. А я, может быть, потом как-то. И вчера в молитве еще раз, еще раз мне Господь говорит, как же вы, как же вы, вот вы идете, вы каетесь, вы... Вам не сложно раскаяться передо мной. сесть в потаенную комнату и раскаяться, и сказать, Господь, прости меня, я вот это, вот это, вот это сделал. Но вы должны пойти непосредственно. Но вы должны пойти непосредственно к тому человеку, перед которым вам нужно покаяться. В связи с чем произошло вот это ваше падение, то, что вы споткнулись, приткнулись и поступили так. Так вы идите и раскаетесь непосредственно перед человеком, перед ребенком. Я даже перед кошкой иногда, она под ноги как лезет, и она, и я иду, быстро иду, и она выскочила откуда-то, и она улетела у меня. То есть, как бы, юзом пошла по полу, я говорю, Сильва, прости, я говорю, ну ты прям так выскочила, я говорю, прости меня, Сильва. Я перед кошкой прошу прощения. Ну то есть, ну у нас, видите, как человек, у человека духа не хватает, перед Богом легче покаяться. А вот прийти к человеку, попросить у него прощения. Бог ждет вот такого покаяния от нас. И это спасение. Устами ко спасению. Во всех отношениях. И в покаянии, и в просьбах, и в благодарении, и в том, что мы воспеваем имя Господне. Это все вслух надо делать. Вот это все нужно вслух. А то, что там где-то я там про себя, это, понимаете, это как из сказки, как... Я только на минуточку посмотрю, что это там такое. Это вот, понимаете, шоколинское какое-то отродье, когда вот так человек рассуждает. Это не спасет человеку. Человек. Только устами. И перед людьми, и перед Богом раскаяться, покаяться, все открывать. Открывать. Своё личное, свои... Все в тайной комнате перед Господом. Но мы молимся и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Прости нам. Как простит Господь, если мы не прощаем? И если мы не имеем силы, способности пойти и покаяться перед людьми. Признать свои ошибки. Ох, как тяжело, да? Как же человеку тяжело. Потому что лукавый держит. Ну да. Чего это ты? Пойдёшь. Не надо тебе никуда ходить. Больно надо. Идти ещё там, каяться перед ним. Обойдётся. Ну это слова же бесов. Это же лукавый шепчет в ухо. Нет. Вы почувствуете, какая сила. Ой, какая сила. Сразу же, когда вы приходите к человеку и просите у него прощения. А ещё лучше, когда ещё кто-то присутствует. Когда ещё кто-то присутствует и слышит ваше раскаяние. Это вообще, это здорово. Поэтому вот устами ко спасению. А сердцем так праведности. И всё, что мне говорит Бог, слышу только я. Самое сердце. Дух, в дух. Он мне говорит, я в духе слышу его. Я слышу его в духе. И вот. А различать? Различать. Это очень важно. Различать. Потому что тьма тоже есть дух. Сатана тоже дух. Нужно расти. Расти в Господе Боге. Читать Писание. И я сразу же понимаю, что Слово Божие говорит мне. И я понимаю, что это, это не от Духа Святого. И всё. Я это понимаю. А это мне Дух Божий говорит. И благодарение, вечная слава Господу нашему. За то, что Он так любит нас. И такая форма общения была им ещё до создания всего. В его премудрости. Он это всё придумал. Он создал. Понимаете? Могут отключиться все электронные носители. Вы не сможете общаться. Вы не сможете всё. А у Бога своя система общения. Через Дух. Через Дух. Никто не украдёт. Понимаете? Никто. И вы всегда будете на связи с Отцом Небесным. Всегда. И Он вам скажет, что делать и куда идти. И чего не делать. Выбросить даже эту мысль. Даже не думай. Не смей. Вы услышите. Вы услышите. И устами исповедуем всё ко спасению. Что Иисус Христос наш Господь и Спаситель. И вечное слово Отцу Небесному за то, что Он сделал ради нас, отдав Сына. И бесценнейший дар Духа Святого. Как вообще можно жить без Святого Духа? Я не понимаю. Меня держит только Господь вообще здесь на земле. Иначе тут давно бы уже всё. Бог держит. Даёт силы. Даёт желание, мудрости. Творить. Идти дальше. Не опустить руки. Вечная слава Тебе, Господь. Спасибо. Чудесное начало дня. Великолепное начало дня. Благодарю. Мой всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Т�-с, Сын и Дух Святой. Т�-с, Сын и Дух Святой.